Ровно 60 лет назад, 5 ноября 1964 года, центральный универмаг распахнул свои двери для покупателей. Изначально он располагался на двух этажах. На первом продавались хозяйственные товары, культ товары и галантерея. На втором – одежда, обувь и текстиль. Все эти 60 лет универмаг показывал просто выдающиеся темпы развития и своих результатов. Ежегодно в ЦУМе команда подходила к решению сложных задач по привлечению посетителей, по удовлетворению спроса, по наполнению полок. Поэтому все 60 лет истории универмаг, по сути, оправдывал свое название именно как центральное, потому что в центре города Минска, в центре сферы минской торговли, в центре покупательского спроса. 60 лет истории, 60 лет оставаться любимцем у минчан и гостей столицы – все это от ЦУМе. Мы заглянули на праздник, посвященный их юбилею. Можно ознакомиться с особенно интересной и очень вкусно пахнущей продукцией. Расскажите, что вы представляете? У нас широкий ассортимент продукции. Представлены различные продукты из цыпленка-бройлера, свинины, говядины, а также индейки. Также мы привезли сюда свою новинку – это намазанки на хлебчики. Вот, из индейки, с орехами и со вкусом грибов. Можем мы что-нибудь продегустировать? Да, конечно, подходите. Что самое-самое вкусное? Для нас очень вкусно все. Ну-ну, давайте я вот возьму вот отсюда. Это рулет. Мясо индейки. Называется мясной орех и состоит из мякоти бедра индейки. Достаточно такой сочный, вкусный. Нежнейший просто, да. Сума шоколадте, 60 лет. Мне повезло из 60 лет работы предприятия 30 лет моего трудового стажа на различных должностях. И хочу предприятие, начиная с 64-го года, поступательно развивалось. Если говорить немножко в цифрах, то это более шести реконструкций серьезных преобразований. С двухэтажного здания стало пятиэтажным. Происходили перемены и последние пять лет. В прошлом году, например, реконструировали минус первый этаж. Склады отсюда перенесли в отдельный логистический центр и открыли торговый зал. Дом, дача, ремонт. ЦУМ поистине легендарный универмаг со своей историей и изменениями. Но что осталось неизменным, так это любовь минчан. Каролина Прокофьева, Юрий Ткаченко, агентство Минск Новости.